Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 14 марта и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уйти выше максимальных значений, которые мы увидели 7-8 февраля, ну и дальше продолжить восходящее движение в области 1.25-1.26. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера, на уровне 1.23.14. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Следующие цели роста находятся в области максимальных значений, которые мы видели в конце февраля, и далее уже движение в область 1.41. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений вчерашней торговой сессии, это область 1.38.74. Пара американский доллар и канадский доллар вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 12 марта Что переводит нас в рамках часового таймфрейма в фазу восходящего движения с ближайшими целями ухода выше максимальных значений, которые мы видели 5, 6 и 7 марта и движения в область 1.3126 Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера на уровне 28.31 Пара американский доллар и японская иена продолжают свое восходящее движение цели роста Это обновление максимальных значений, которые мы видели вчера в области 107.28, но и далее движение на 107.98 Возврат к продажам будет актуален в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, а именно уровень 106.24 Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое восходящее движение цели роста Это обновление максимальных значений, которые мы видели вчера в области 78.96 Ну и далее движение уже на отметку 80 Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений вчерашней торговой сессии Это область 78.45 По паре евро-фунт тенденция нисходящая сохраняется Цели по снижению находятся в области 87.90 А ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения вчерашней торговой сессии на уровне 88.85 По золоту вчера мы также смогли закрепиться выше максимальные значения, которые мы видели с 9 и 12 марта Закрепились выше отметки 1325 долларов за тройскую унцию, что в рамках часового таймфрейма переводит нас также в фазу роста с целью движения на 1340 Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока золото торгуется выше отметки 1313 По нефть марки Brent тенденция восходящая на текущий момент сохраняется Ближайшие цели роста это уход выше отметки 66.15 с целями с последующими движениями на 68.40 Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока нефть марки Brent торгуется выше отметки 64.09 Минимальное значение, которое было зафиксировано вчера По индексу DAX вчера во второй половине торгового дня мы увидели закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 12 марта Что также в рамках часового таймфрейма нас переводит на текущий момент в фазу нисходящего движения с целями снижения до отметки 11774 Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели 12 и 13 марта на уровне 12459 Биткоин на текущий момент находится также в рамках часового таймфрейма в восходящем движении Цель роста это обновление максимальных значений, которые мы видели 12 марта То есть уход выше отметки 9845 долларов за один биткоин и далее движение на 11725 Возврат к продажам, а значит и продолжение коррекционного нисходящего движения по данному активу Будет рассматриваться после преодоления минимальных значений вчерашней торговой сессии на уровне 8762 Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман Как всегда напоминаю, что если это видео для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видеообзорах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok